Несмотря на надписи на автобусе, его пассажиры едут не на мероприятия по спортивному туризму, и уж тем более не по России. История циклична, и скифы вновь отправляются покорять Китай, как это было еще до нашей эры. Только теперь это не кочевники, а полностью бесплатный детский хоккейный клуб, созданный Владимиром Поповым. Нас пригласили, мы в кратчайшие сроки с Владимиром Александровичем это все обсудили, с руководством нашей школы. Мы стали заниматься не так просто попасть в Китай, пришлось сделать страховки, оформлять все это быстро, ПЦР-тесты на въезд в Китай, все это загружать. То есть все это мы месяц плодотворно помимо хоккейной работы еще занимались организацией. Подготовка двух команд 2013-2014 годов рождения к соревнованиям велась в кратчайшие сроки. Проблемы добавило также то, что игру соперников толком не проанализируешь. Этих видео нет в интернете, поэтому пришлось выбрать проверенный вариант тактики. Можно завести нападающего, потом другой крайний нападающий заберет шайбу и начнется атака. А у атакующего плана защитник, можно легко отдать ему, если даже на тебя трех игроков. Соревноваться алтайским ребятам предстоит не только с китайцами. На льду международной арены в городе Тяньцзинь соберутся спортсмены из Гонконга, Таиланда, Казахстана, Тайваня и многих других стран. Кстати, именно в Тяньцзинь в прошлом веке зародился китайский хоккей. Свой след в его истории оставил и наш регион. Ряд тренеров из нашего школы Олимпийского резерва по хоккею Алтай сейчас являются тренерами команд Китая, но не профессиональных, не национальных, а это клубные команды, это коммерческие какие-то команды. Теперь пришло время для детских свершений. Сейчас игроков ожидает перелет до Пекина и трансфер до Тяньцзиня, а далее множество игр с иностранными соперниками. Но юные спортсмены не боятся, не зря же их подбадривали родители. Только что сказал сын, выходи, играй, бейся, ты для нас уже чемпион и помню, что все будет хорошо. Спасибо Попову Владимиру Александровичу и всем, кто в этом занят за такое здоровое и счастливое детство наших внуков. Детей ждут сложные матчи отчасти, потому что в одной из групп соперники в среднем на год старше. Поэтому если что-то не получится, это все равно отличный опыт, который точно пригодится для старшей команды. В особенности на первенстве России, где ребята будут отстаивать честь Алтайского края уже в этом году. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.